Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. В хребном центре Подомском сгорели палатки с вещами мобилизованных. Никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стали искры от печи, которые отапливали одну из палаток. А обратите внимание, отапливались они исключительно углем. Французская Бендуэль оказалась в центре скандала, связанного с отправкой консервов российским солдатам. К подарку была приложена открытка с пожеланием скорейшей победы и подписанной директом дочерней компании Бендуэль в РФ Екатериной Елисеевой. В соцсетях призывают к бойкоту компании. Детали. Скандал начался с публикации снимков в соцсетях. Французская телекомпания TF1 отследила первоисточник публикации. Это был аккаунт Ярцева Live в ВК Ярцева. Город Смоленской области. Сейчас публикация удалена, как и весь аккаунт, однако в соцсетях есть ее скриншоты. Интернет помнит все. Обнаружить саму публикацию в архиве удаленного аккаунта нам не удалось, однако в кэше все еще можно найти перепосты этой записи другими аккаунтами. Из них следует, что пост был опубликован 30 декабря днем. Тем не менее, в соцсетях распространяются призывы к бойкоту Бендуэль. Сама компания отрицает свою причастность к отправке продуктов российским сантатам. Компания утверждает, что они участвовали в акции «Корзина добра» и, вероятно, так продукты могли попасть к солдатам. То, что глава Бендуэль Евразии Екатерина Елисеева подписала открытую с пожеланиями победы, компания просто отрицает, называя это абсолютным фейком. Ой, как удобно. Жуткая история произошла в Казани с ветераном Великой Отечественной войны. Тело женщины нашли недалеко от дома, а по подозрению в убийстве задержали внука пенсионерки. Так федеральные СМИ описывали громкое убийство, совершенное в 2014 году. Теперь же основатель ЧВК Вагнера обещает преступнику свободу. Как выяснило агентство, убивший свою бабушку ветерана Дмитрий Корягин заключил контракт с ЧВК и теперь его ждет помилование. Мобилизованных из Мариел отправили в Украину без подготовки. Их три месяца обучали на артиллеристов, но определили в пехоту. Жителя Мариела мобилизовали 26 сентября. Он меньше года назад вернулся после срочной службы в армии, где был артиллеристом. Три месяца парень провел в учебном центре в Ульяновске вместе с другими мобилизованными из Мариел. 27 декабря их увезли в зону боевых действий в составе пехоты. Военнослужащие не проходили стрелковую и тактическую подготовку в качестве пехотенцев. Вылетевший из Москвы в Челябинск Бойнинг вынужденно приземлился в Уфе. Через полтора часа после взлета аэропорта Шереметьево борт подал сигнал бедствия. Но это не последняя новость о самолетах. Самолет авиакомпании Азур Эйр, вылетевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Аргентинские роддомы переполнены россиянками. В 2022 году в страну приехали от 2 до 2,5 тысяч россиян, многие из которых беременные женщины. В 2023 году число их может вырасти до 10 тысяч. Рожденные в Аргентине дети автоматически получают гражданство, которое в течение двух лет могут получить и родители. В Аргентине существует агентство, помогающее беременным россиянкам и их семьям. Цены на услуги начинаются от 80 тысяч рублей. Гражданство Аргентины дает право на безвизовый въезд в большинство стран мира. Добавлю от себя 16 место в рейтинге самых замечательных паспортов на планете. Более того, любому владельцу паспорта Аргентины дают визу в Америку практически сразу на 10 лет. Командир роты из Бурятии признан виновным в пытках военнослужащего. Днем 20 августа 2021 года контрактник Волосатов помогал с ремонтом крыши дома своей матери. Вечером за ним приехали двое военнослужащих из его части. Они заявили, что ему нужно вернуться в расположение по приказу командира роты Андрея Николайчука. Сослуживцы увезли его из дома матери не в часть, а к дому Николайчука. Офицер был пьян, мужчину увезли в лес. Там Николайчук стал предъявлять претензии по поводу прибытия, не прибытия на службу. Достал пистолет и выстрелил прямо возле уха военнослужащего. Волосатого оглушило, он схватился за ухо рукой. Затем офицер ударил рукоятью пистолета по руке, которой подчиненный закрывал ухо, а потом и просто в ухо. Николайчук говорил, что шлепнет мужчину, закопает в лесу и ему за это ничего не будет. После этого офицер выстрелил Волосатого в правую ногу. Командир защелкнул наручники на левые руки военнослужащего и приказал сопровождающим пристегнуть его к дальнейшей батареи казармы. Когда они вернулись в часть, расположение приехали уже около двух часов ночи. Подчиненный Николайчука выполнил приказ. Утро Волосатого стало только хуже, его отвезли в травмпункт в Улан-Удэ, где медики подтвердили пулевое ранение. Сам Николайчук полностью отрицает вину. Он утверждает, что в лесу было просто беседовали с контрактником, не стрелял в него никто, никто его не избивал, а также и не пользовался наручниками. Улан-Удэнский гарнизонный суд приговорил Николайчука всего к трём с половиной годам колонии общего режима и лишил воинского звания. Кто там говорил за гордость бурятов, кто там рассказывал, вот вам пожалуйста. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. До скорого ролика. Продолжение следует...